приветствую всех на обзоре классических бритв опасных бритв и приветствую всех любителей классического бритья ну и вообще тех кто любит иметь у себя что-то особенное и неповторимое на этой земле и вашему вниманию на сегодня это две бритв ки они эксклюзивны эксклюзивны они тем что вы больше нигде в мире ничего похожего не встретите никогда даже те самые вот эти вот любимые обслюнявлены немцы выдают самый отстойный дамаск который я вообще-то видел я просто руках держал всего несколько штук в интернете обидал много и там видно что дамаск извините меня проще говоря на живой с применением сталь 3 но давайте не будем о забугорных делах давайте посмотрим что у нас на сегодня получилось более подробно первый экземпляр выглядит вот так это японский акрил композитный напрямую из японии так что любители японского ваш вариант так что вам еще сказать об этом ну скажу просто этот акрил он не хрупкий он пластичный он гибкий он пружинит то есть никаких забот хлопот вам доставить он никак не может ну конечно если его силком не сломать вот так вот это все выглядит дальше по клиночку ну там вы сами понимаете шайбочки все эти стоят там вот он скольжение все дела очень все по уму как должно быть вот такие вот варианты это получается ламинат там дамаск многослойный и с никелем там поближе покажу дамаск с никелем как он выглядит конечно камера не передает все всей той красоты которые присутствует но я хоть как-то попытаюсь это сделать вот видите таким вот за кофточком этот когда еще по грубому обрабатывается вот обычно немчуги так он делают обратите внимание на кромочку она тончайшая она просто сверх 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 тонкая но не за точно я только сформировал кромку то есть она сформирована и она даже пример сейчас побриться надо же слегка побреет но грубо грубо потому что я реально на грубом на тысячном или тысяч до тысяч нам камни вывел просто кромку то есть в ноль и и свел чтобы для последующей заточки чтобы никто там ничего не испортил случаем а такое бывает у нерадивых вот такой вот вариант поэтому сразу же если вы специалист по заточке затачивайте если вы не специалист давайте на заточку но не каждому как определить того человека который может заточить он не будет вам сказки рассказывать как это сверх сложно что это невозможно что это там еще что-то как-то там это все такое космические технологии этот вариант не ваш вариант человек который умеет точить реальные бритвы из реальных стали он возьмется это просто как бы особо не напрягаясь и не выдавая вас какие-то сверх там возможности способности и прочее прочее но учтите что заточник пример вас берет а полторы две тысячи за . да будьте уверены что он берет это не за просто так это реально хлопотный очень аккуратный такой труд тяжелый труд причем дорогими инструментами которые тоже требуют обслуживания денег по закупке и прочее прочее так что если вам сказали то полторы две тысячи это может даже более чуть чуть более то будьте уверены это недорого работа реального настоящего заточника который умеет реально работать это очень даже дешево оценено давайте дальше по бритву сердечник вот это вот сама вот это который кромка идет вот это вот вся часть это 9хс она как вот тут проявляется так и вот тут давайте вам покажу в ушок видите вот там этот такой толстый слой идет до этого вот тот самый то самое 9хс вот она по всей длине по бокам это многослойная дамасской сталь с обкладками также камера не хочет передавать вообще не как цветовую гамму ну еле-еле что-то там передает но это далеко того что я принял вижу вот мимо камеры это вообще другие цвета это реально как на закате там эти все оранжевые все дела прочее на как через камеру смотрю на этого ничего нет но все же пользователь да увидит это первый вариант 2 также из японского акрила композитного все подбирала ближе что по цветам сошлось какой цвет выдала сталь такого цвета убирал акрил да была идея сделать из какой-то древесины но древесина она может просесть может высохнуть что-то еще там с ней произойти прочее прочее поэтому было принято решение опять же глядя на всеми любимых немцев что они там используют либо кость которая вообще просто подводит на каждом шагу она и хрупкая она и высыхает и трещины всю там разносит и так далее ну поэтому взял вариант который будет без проблемный также дамасской сталь с никелем и 9хс сердечники показываю макросъемку чтобы каждую каждый микрон не миллиметра микрон вы могли увидеть вот интересно было кстати так слову недавно один человек написал смотрю вас на сайте дела от вас идут продажи то идут 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 одна бритва в год продается две бритвы в год производится но если это можно назвать делами и еще идущими как вы куда-то там вперед да но не знаю я сомневаюсь в этом видали до сердечника тут середине идет это 9хс вы видали такой вариант в импортном исполнении доходи в каком ни у кого и никогда другое там немного подвешивает а может как следует что те же вот пример немчуги предлагают ножевой дамаск со сталью 3 которые вообще ну дрова рубить им только они предлагают вот такие вот варианты 117 170 тысяч ну из простого дамасками даже под руку не валяется такого хлама чтобы вам показать вот вот таких вариантов они вам даже не предлагают нося по них предложили они были вынуть 350 500 тысяч точно вот такие варианты то это к тому так как у меня обязательно придется с какой-то супер специалист который скажет ну ты задрал там у тебя и ценники к немцам ну и прочим там вот у них ценники у меня дармовщина я даром раздаю если вы знали сколько этот дамаск производится времени сколько трудов на него сколько денег лишь молчу то тогда да таких бы высказываний в эту сторону не было ну зачем кому-то вникать правильно это заботы мои сколько туда потрачено что я могу бы только подытожить чтобы не быть тут многословным бритвы вышли все ровные прямые с очень тончайшими просто кромочками с подводами то есть кромочка будет вот именно так как вот любят эстеты тонюсенькая ровненькая кромка стрия это просто ну максимум я из них выдавил максимум то есть не вот тот запас который под заточку который там на воду еще нет сразу и 0 вот сразу и в ноль и причем при этом еще глубокая протрава дамаска с никелем примеру и же 9хс глубокая протрава то есть вот если я пример держал в руках давайте опять к ним обращаюсь да ну с кем им еще сравнивается с кем еще там они даже рядом не валялись но просто к примеру беру дамасскую бритву немецкую просто так вот пальцами вот так вот пробую не то что там уж и замеряю я чувствую вот эту ножевую кромку а толстенную просто не бритвенную совсем и понятное дело потому что они не смогли бы ее протравить если она была тоненькая просто кислота сразу выжрет вот это вот сверх тонкую кромку и в итоге они ее выбросит ничего не получится вот именно поэтому у них подвод на живой их вариантов я умею делать так чтобы подвод был бритвенный максимально бритвенный но при этом с глубокой протравкой всей структуры клинка так что вот душу я отвел наконец-то я очень долго готовил их готовил я их почти год до почти ну как почти где-то с конца сентября прошлого года начал делать заготовки по клинкам и вот сейчас они перед вами до долго до хлопотно зато результат такой который меня радует и даже которым можно гордиться они будут правда не супер шкатулках конечно у меня нет таких вариантов и негде даже заказать как негде я обращался тут но мне все приложили такую красивую реально хорошую шкатулку прям в размер прямо каждой бритвки но не за них запросили от 12000 начала без там всяких каких-то прибамбасов я думаю что каждый кто станет владельцем этой бритвы сможет сам заказать шкатулку такую какую он хочет именно под свою бритвку а я свою очередь уложу их просто в кожаные чехлы они такие тоже для бритв они тоже удобны они практичны но не дешевые они в районе 900 рублей выходит мне то есть ну я не без оценки как они есть 900 рублей так и прикладываем бритвам из 900 рублей пожалуйста примеру лично я бы даже не стал заморачиваться и что-то там доделывать переделывать но все люди разные все видят по-своему и я считаю что так и должно в принципе быть ну что ж приятно было пообщаться с вами вновь увидится видим сверх редко и надеюсь что это не последние мои работы данном направлении всем добра и